Всем привет! Вы на канале Футбольный Пиги. Меня зовут Сергей Егоров. Разумеется, разговор о сборной. Я позвонил Андрею Червиченко. Довольно давно его не было на канале. Пока о сборной полыхнул разговор о скандальных постах Георгия Черданцева и Куте Генча, которые довольно жестко высказались о том, как играла наша команда на Кипре. И в общем построилась теория заговоров. Не является ли это заговором со стороны комментаторов Матч ТВ и о том, что не специально ли они гасят Карпина и не специально ли ранее они защищали Станислава Черчесова. Об этом высказывается Андрей Червиченко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А пока я напоминаю о том, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет моим подписчикам эксклюзивный бонус. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, забирайте фрибет до 3000 рублей по промокоду BIGI. Андрей Владимирович, приветствую вас. Привет. Ну что, пока сутки прошли после игры сборной России на Кипре. И в общем-то такие очень жесткие дебаты идут вокруг сборной России. И довольно жестко выступил нетипично для себя последнего времени Георгий Черданцев. Высказав претензии сборной России, ее тренеру, да, Константин Генич. Но он всегда высказывается достаточно эмоционально, вне зависимости от того, кто руководит сборной. Назвал игру ужасом, катастрофой. И в общем-то достаточно много негативных оценок, несмотря на победу 2-0. Что на вас, ребята, такое? Какое на вас впечатление произвела сборная? И какого вы мнения об этих оценках? Слушай, ну, тут же, на мой взгляд, очень важен результат. Это не удовольствие от игры. Сейчас хотя бы у нас присутствует результат, а удовольствие, ну, мы их получаем. Но от кипрской игры, наверное, получали первые 10-15 минут. Я думаю, что ребята слишком горячатся, особенно гражданин Черданцев, который почему-то считает, что физическое состояние и вообще все, что игроки на поле не делают, это вина Карпена. Возят, это беда Карпена, потому что ему поступают игроки такие из клубов. И в этом плане мне очень понравилось выражение, ну, даже не выражение, а измышление Вячеслав Ланчо-Полоскова, который говорит, что вообще по-хорошему всех надо, как раньше, загонять на базу, держать там по 2-3 дня, гонять и поднимать ему физическую подготовку. Ведь все, что мы практически проигрываем на международной арене, мы проигрываем из-за того, что им не хватает скорости, им не хватает физики. Ну, и когда этого не хватает, уже потом пропадает и техника, и мастерство. Я вот на этом фоне посмотрел вчера еще Украину, которая играла с Францией. Ну, так дело, отбегали 95 минут, как кони. Вообще, ну, они там умирали на поле и физически были готовы, на мой взгляд, еще целый тайм отбегать. А у нас, ну, посмотри, у нас какой-то тип загоняет в 60-й минуту в штрафную, и мы не можем оттуда выйти. Но тут, на мой взгляд, еще две ситуации. То есть Карпин, пользуясь тем, что есть, он выпускает игроков, которые, ну, по его мнению, могут ободвинуть игру от своей штрафной. Но с этим тоже у него проблемы, потому что нет игрока центрального, связующего, так называемого, плейбекера, слова, которое очень не нравилось Валерию Георгиевичу Газару. У нас нет человека, который способен взять мяч, поддержать его на паузе, остро отдать, вывести нападающих на ударную позицию. У нас некому в середине завязать игру. Поэтому мы кошматим над бой, соперник мяч подбирает, возвращает, и опять начинает нас атаковать. У нас вот эти нападающие не могут дать напряжение в город соперника. Андрей Иванович, ну, у нас есть головильный Миранчук, это люди, которые играют в зарубежных чемпионатах, которые стоят несколько десятков миллионов евро. И они ничем не выделяются на фоне Кипра. Согласен. Проблема. То, что Миранчук не выделяется, меня не очень удивляет. А вот то, что Головин не может найти себя в сборной, это для меня удивительно. Он чувствует себя почему-то как не в своей тарелке. Я смотрю Головина здесь, я смотрю его вживую, это совершенно другой игрок. Я не понимаю, может проблема в партнера, может в чем-то еще, но я здесь, он играет совершенно по-другому. И двигает, и пробивает, и обостряет. Хотя по этим играм, ну, сложно сказать, но опять же, где Головину развернуться, если Кипра вчера, но основное время, сидел очень плотно в обороне. Не знаю, может наши нападающие как-то, они растягивают оборону соперника, может не дают зонам открываться, может соперник хорошо зону закрывает. Нет у меня ответа на этот вопрос, почему Головин так выглядит. Вы понимаете, почему физически мы подсели с 60-й минуты? Что произошло? Какие физически не готовы? Все на расслабоне. Не знаю, может их в командах не догружают, но у нас вообще проблемы на чемпионате Европы, мы из-за этого уже так ужасно смотрелись. У нас просто не хватает у команд физики. И в Европуках то же самое, у нас команды слабы физически. У нас игроки, если еще там бегают, первый тайм, грубо говоря, то во втором они начинают потихонечку подыхать. И хорошо, что они пока подыхают с Кипром, и может быть с Мальтой. Будет ужасно, если мы не закончим эту цель, то удачно лидируя в группе, и потом три самых ответственных матча, мы опять увидим этих же ползающих персонажей. Да, но вопрос, что тогда что с этим делать? Но если, как вы говорите, на расслабоне, что тогда делать? Не знаю, надо общаться с клубами, надо работать с ними, надо понимать, почему они такие не готовые. Я не знаю, понятия не имею. Ну, мы видели, да, что игроки не готовы, но почему они не готовы, я не могу тебе сказать. Ну, то есть, мы что имеем, что имеем тогда ситуация? Что мы опять возвращаемся к какой-то цикличности. Черчесов говорил, что не хватает интенсивности, Карпин говорит о том, что есть проблемы с физикой. Да, ну, ты понимаешь, к сезону готовят же игроков, не Черчесов и не Карпин. К сезону готовят игроков их клубы. Я не знаю, когда и на какой период, например, эти же трейлеры выводят игроков на пик формы. Каждого, насколько я понимаю, свои мысли и свои тараканы. Ну, например, в «Спартаке», насколько мне известно и понятно, всех выводили на пик формы для того, чтобы попасть в виду чемпионов, то есть на два матча, ну, на две серии квалификационных матчей. Ну, видим, сложилось с него дальше. Говорить о том, что, ну, «Испартаковцы» сейчас находятся в яме, с ними понятно. Бакаев очередное тому подтверждение. То есть, он выходит второй матч подряд и такое ощущение, что человек вообще выходит просто поприсутствовать, посмотреть, как там другие бегают по полю. Вот. Ну, удивительно, значит, что игроки других команд, выглядят так же и уныло. Тюканин, который, вроде как, в чемпионате выглядит хорошо, агрессивно, вышел вообще ни о чем. Единственное, на мой взгляд, кто из молодых не разочаровал, это Захаряна. Остальные, ну, ну, конечно, насторожилы, там, Фернандес, Джики, они вообще, не сгибаемые, как раньше говорили, гвозди бы делать из этих людей. Вот. А остальные, ну, Гильерния, конечно, молодец, красавец. Но, с другой стороны, слушай, выигрываем, ну, может быть, хорошо, что сейчас выигрываем так безлико, может быть, хорошо, что сейчас выигрываем не так без, бесспорно, потому что всегда в этом состоянии можно будет, во-первых, и карпа напихать игрокам, чтобы там еле-еле выиграли. Здесь, то есть, не будет такого отлета в космос и всепобедничество настроения. Ведь, ты понимаешь, на мой взгляд, начали это прекрасно, а потом, когда он вернулся на десятую минуту эта пятка прошла, и Караваев, не знаю, кто его учил играть в футбол, как можно не бить с угла вратарской поворотом, это вообще для меня просто удивительно. пытаться кому-то прострелить, даже не глядя и не понимая, кому-то простреливаешь ни одного игрока, а он прострелил. Но вопрос в другом. И после этого началось. Считал себя обязательным сыграть пяткой, они там начали, помнишь, катать в мелкий пас, в стеночки, чуть ли не спартаковский футбол, устраивать с попыткой сбежать в ворота. Ну, так вам это дали сделать, вы не воспользовались, ну и все. Потом уровень пижонства начал зашкаливать, они начали в нем захлебываться и в принципе в конце первого тайма и захлебнулись. Слава Богу, вышел еще непораженный этой заразой Живолединов, который сразу разобрался и забил. А то я тебе уверяю, не забей Живолединов, мы бы вообще имели какую-нибудь проблему в конце матча. Так. Головина заменили, поэтому ты понимаешь, пока Головин был на поле, нас еще не загнали в Штратсмор. Как раз когда Головин ушел, вот тогда нас загнали в Штратсмор и не выпускали оттуда 20 минут. И мячика тоже на поле не было. То есть ты говоришь как раз о том, что эти два, они хоть как-то организуют атаку, они хоть как-то держат середину, а когда они вдвоем уходят, все. И вот пас некому отдать. У нас эксперимент цепляющийся за болотное, но это просто смех. человек ни разу воротам не угрожал, но ни разу вслужливо бросил мяч в руки вратарю. Это в первом матче. И в этом матче вышли эти вроде молодые дерзкие, тюкаль Бакаяк, но они вообще не зацепились ни разу, они вообще ничего не организовали. Только в последние пять минут, когда уже все киплет и поняли, что отыграться нельзя, руки опустились, стенд, сбавили, ну тогда все, герои побежали вперед. А до этого когда надо было игру отодвигать, все их нет. Мне кажется, это печально, но я думаю, что это как раз претензии к тренерам и командам, откуда берутся игроки. У нас других игроков нет. Сейчас еще если пропихнуть этот бред с отменой лимита, места, значит, даже этих бедалок и займут иностранцы, ну тогда вообще можно про сбор не заканчивать, говорить. Андрей Владимирович, ну точно... Чайданцев, которые требуют какой-то сверхвеликолепной игры от этих ребят и от тренера какой-то сверхъестественной работы, ну тогда будет интересно послушать, что он будет говорить, когда места даже вот этих, заменят лимита. Андрей Владимирович, ну а тогда какие претензии к Чайданцеву, если вы по сути повторяете то же самое, что он сказал? Ну то есть все недовольны сборной, у всех возмущение огромное, ну то есть тогда какие у нас претензии к Чайданцеву? Вы во многом говорите о том же о чем говорят и я смотрю эксперты и тот же самый Чайданцев о том, что ну есть неудовлетворение от игры. Тогда в чем претензия к Чайданцеву? То есть что почему такой что-то гасит его в соцсетях сейчас после этого поста? Нет, лично моя единственная претензия в том, что его недовольство акцентируется на Карпина а не на игроках. А Карпин то что может сделать? Он эту команду всего неделю как получил. Это разве он готовил людей к сезону и разве по его каким-то неправильным из-за его каких-то неправильных действий они не берут? Ну нет же, это же ошибка или не знаю или такая программа выхода на пик форм у тренеров в команд в которых они играют мы же не знаем может быть Слудский выводит команду к октябрю месяцу и поэтому Самошников не так убедителен сейчас может быть там еще кто-то по-другому видит и какие-то игроки не вышли еще или наоборот уставшие поэтому то что мне не нравится то что пытаются говорить о том что а чем Карпин лучше чем Черчесов я считаю что всем лучше чем Андрей Владимирович давайте объясните я что он взял все равно на сегодняшний день самых лучших игроков которые бесспорно для всех практически самые лучшие он поставил ворота самого лучшего вратаря потому что два матча мы пока еще ничего не пропустили да хотя перед этим мы умудрялись получать отсек когда там стоял Шунин и Гоу-компания вот ты заметишь что по приглашению людей ни у кого нет дискуссий все приглашенные в принципе поддерживаются абсолютно всем потому что все понимают что это да лучшее что у нас есть причем даже никто особо не наметает по поводу отсутствия дзюба что-то я там прочитал кто-то сказал что даже дзюба бы забил с позиции с которой заболок это масло ну наверное забил бы может быть вот а может и нет мы же не знаем внутренний мир и степень конфликта дзюба с Карпанем какая там дзюба глубокая заноза и где сидит а может быть специально бы не забил ты понимаешь поэтому я думаю что на сегодняшний день главное что вот есть да в футболином сообществе то что все понимают что да вот по всем присутствующим сборным нет никаких вопросов даже там мы шутили всякие люди по поводу Писякова но все Писякова отправили Писяков уже в Ростове но может быть он нужен был как там Талец Манн или еще как-то может хотели проверить но все все равно оставили лучше и везде играют лучшие и ты заметь вот эти лучшие нынешние очень сильно отличаются от тех лучших которые мы видели на прошедшем чемпионате Европы который для нас закончился фиаск вот и все вот этим и потом ты понимаешь хотя бы Карпион он объясняет почему он это делает ты смотри проходит второй матч ему спрашивают а почему вы это сделали и он в принципе практически по каждому игроку по каждому выбору по каждой ситуации он пытается объяснить рассказать он не играет в роли диверсанта этого военного который только что вышел из леса и пытается на себя там напялить очередную награду потому что вот это я хотел так вот за болот мне всем не понравился но в моих мыслях было вот так вот и вот здесь я сделал так и он он же абсолютно нормально и говорит почему так делает он говорит о проблемах ты видишь ты слышал от предыдущего тренера который говорил что мы ужасно сыграли не мы сыграли хорошо но не получилось нам лет датчайно 4 нагрузили да не ну вообще это лучший матч у нас был вспомни этот бред а здесь он правильно говорит то что все говорят да первые там 15-20 минут великолепно потом ну среди это даже наверное больше плохо а 20 минут ужасно ну ты понимаешь человек который даже это признает ну мне кажется это уже хорошо мы хотя бы имеем реалистов во главе сборной а не фантазера ага Андрей Владимирович на ваш взгляд вы видите какие-то пути усиления игры честно говоря пока не знаю мальту мы конечно наверное обыграем но надо какой-то мне кажется делать совместное то ли совещание то ли рабочую группу то ли какую-то вообще ну такую тридцовую встречу где должны обсуждаться вопросы именно физической подготовки и физического состояния наших игроков ну я тебе говорю я вот знаешь все же видится на контрасте и все понимается на контрасте и конечно вот наша сборная еле таскающая ноги с Кипром и украинцы которые противостоят французам умудряются слисти матч ничего но как-то это даже больно и обидно как говорит Вячеслав Владимирович надо запирать на базу хоть какие-то контракты у них такие зарплаты что они по идее должны неделями там сидеть если этого потребуется и бегать по кругу пока не будут догонять легкоатлетов за эти деньги они должны носиться как загнанные просто за эти деньги они должны не по клубам шариться по ночам а приходить домой ему жена дает тарелку борща или чего-то он засыпает вот эту тарелку и вот водят спать вот так они должны выдыхаться когда у них идет рабочий процесс то есть когда идет сезон а не спать пять еще этими самыми горными козлами между столов и барных стоек вот и все да по поводу Федора Смолова сделал два гола значит две голевые передачи на ваш взгляд почему в первом в первом матче не не поставили и на сегодня не сегодняшний день можем ли мы поговорить о том что Федор лучший игрок этой команды не поставил с хорватами не знаю не знаю но как мне же объяснял хотя я честно говоря ничего не понял почему не поставил ну может быть рассматривал на Кейпер в связке с Жемалединовым и в принципе с ним конечно они ну прям чувствуется что это вот партнеры которые нашли друг друга и очень хорошо взаимодействуют действуют ну ну из Жемалединов конечно хорош но может быть жара была ты понимаешь опять же все набросились на команду на ребят на 30 градусов опять же влажность ну может просто организм немножко не не выдержали но ведь с Хорватовой мы не видели такой прям усталости мы не видели что они прям еле ползают вот сейчас опять в Москве будет матч наверное я думаю такого мы не увидим ну а молодец конечно хотелось бы чтобы он сыграл против Хорватов и реабилитировался за ту свою плюшку на чемпионате мира вот и для всех и для него мне кажется в первую очередь это было очень и полезно и правильно ну будем надеяться может быть он нам в последнем матче как раз исправится за тот свой казус Андрей Лавич по поводу Дзюбы на ваш взгляд все вопрос закрыт и не будет его в сборной я думаю если Дзюба будет забивать и там ну как тебе или к ноябрю когда у нас на следующем матче возглавит список бомбардиров то вернемся в сборную мне почему-то кажется что вопрос личной антипатии антипатии вопрос каких-то вот личных взаимоотношений для Карпина не стоит для него прежде всего результат ему в отличие от предыдущего он там не будет козырять Дзюбе на пробке не будет там с ним обниматься целоваться но если тот попадет в сборную и забьет конечно спасибо скажет руку пожмет поэтому на мой взгляд никаких проблем нет но если Дзюба сейчас не забивает за Зенит то сказал что он должен забивать за сборную должен в ней находиться он снова забивая это находится Джамаледдинов забивает показывает отличный футбол он сборная на мой взгляд на следующий день вот вопрос почему кто в этой сборной играет нет не стоит в отличие от того что по персонажам сборной Черчесова минимум 5-6 человек всегда задавались вопросом они какого хрена там где понял Андрей Ларинч спасибо большое не за что он